Возмущению этих людей нет предела. И все потому, что уже на протяжении нескольких лет они не могут получить ключи от своих квартир. Корпуса номер 24 и 25 в жилом комплексе «Гусарская баллада» признали проблемными. Дочеки этих домов пишут письма в различные инстанции, устраивают митинги и даже прошлым летом заселялись в недостроенные корпуса. Я купила квартиру, мне было 70 лет. Я была здоровым человеком. Мне сейчас 76 исполняется. И я совершенно больной человек. И мне нужна сейчас квартира. В связи с возникшими несколько лет назад финансовыми трудностями, застройщик не выполнил свои обещания. Строительство нескольких корпусов жилого квартала так и не было завершено. Компания «Алиутстрой», известная больше как «Жилищный капитал», обанкротилась. Тогда правительство Московской области решило взять проект под свой контроль. Застройщиком была компания «Жилищный капитал», которую возглавлял, я уже сказал, господин Жук. С 2011 года застройщик привлекал денежные средства граждан строительства 24-25 корпусов, при том, что значительная часть корпусов в этом жилом комплексе была построена до этого периода. Потом перестал выполнять свои обязательства. Сейчас в отношении этого застройщика возбуждено уголовное дело. Он находится в розыске. Московский кредитный банк тоже выдвинул свою готовность взять обязательства по финансированию. В настоящее время работы на стройплощадках корпусов 24 и 25 возобновлены. По состоянию на сегодняшний день на 25-м корпусе работает порядка 100 человек. Завершается работа по окладке наружных и внутренних стен. Вышли бригады по производству внутренних инженерных систем. Выполняется работа по электрике, по вентиляции, по внутреннему водопроводу, канализации. Начинается работа по остеклению. Достройку оставшихся домов жилищного комплекса «Гусарская баллада» взяла на себя новая компания «Осенний квартал». Компания «Осенний квартал» выполняет функции застройщика. Соответственно, она исключает с вами договора. Соответственно, она несет ответственность за качество произведенных работ и качество данного объекта. С жителями регулярно проводятся встречи, на которых обсуждаются этапы завершения строительства долгостроев. Принимаются во внимание пожелания обманутых дольщиков, а также выдвигаются инициативы. Договорились также о том, что у нас будет размещена на объекте веб-камера, данные, которые будут выведены на информационный портал. И плюс инициативная группа граждан будет иметь возможность с периодичностью раз в неделю посещать стройку. Ввести в эксплуатацию корпуса 24 и 25 планируется в следующем году. Ну а пока людям приходится ютиться на съемных квартирах и у родственников в надежде в скором будущем получить ключи от долгожданного жилья. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».